Я хочу сказать следующее. Основной причиной остановки нашего завода предпринимают нашего созвращения. Собственник завода называет превращение торгового связи с Россией. Но мы все знаем, что отношения с Россией испортили у нас в ближайшее время. Всего лишь год. А наши заводы лихорадят уже несколько лет. Не останавливайся. Потому что у нас забирали лицензию. Не давали возможности нормально работать. И вот в результате мы и в результате и в результате мы перешли от 80-ти изделий к намеку оттуре всего лишь две рама и балка. И почему мы пришли к такому печальному результату, когда наш завод стоит на грани вопросу, а тысячи людей вынуждены идти из предприятия на биржу, ехать в другие страны на заработки. Почему так случилось? Все мы задаем тебе этот вопрос. И я хочу сказать, что это не только вина нашей политической ситуации на сегодняшний день. это вина прежде всего нашего руководства и их собственников. Потому что когда у нас уже были наважены связи с новыми странами ЮАР, Иран, Словакия, Россия, Белоруссия, Казахстан, Прибалтика, новый и собственник придя на завод пошел по пути максимальной прибыли и оставил для нас только одно направление Россия. И тут все наши проблемы и начались. У нас начали собирать лицензию. Мы не нужны России как конкурент. Мы если бы имели рынки сбыта во многих странах могли бы выжить. И тогда наше ритье как лучшее по качеству было бы востребовано и в России, и в Белоруссии. Вы знаете, что Россия сейчас построила несколько заводов на своей территории и пригласила туда наших лучших специалистов. Наш главный инженер, который был основой нашего завода Клитин, наши главные специалисты, мастера, старшие мастера, разведчики, солевары, все уехали в России поднимать их предприятия, которые будут конкурентами для нашего завода. И это, я считаю, все неправильная политика. Это погоня за большой прибылью. Если бы наше руководство не гналось за большой прибылью, уменьшило, и даже пусть бы мы работали с нулевой прибылью, но мы бы имели работу. Мы бы могли производить продукцию для краза, который вынужден на сегодняшний день открыть свой литейный цех, потому что мы не работаем. Мы могли бы жить, выжить в это трудное время, а у нас нет теперь такой возможности, потому что сверхприбыль убивает наши семьи, наших хозяева. я призываю их оглянитесь, я не знаю как еще можно выразить, но мы должны все вместе обращаться, быть дружными, поддерживать друг друга. Все, спасибо.